Привет, друзья! Все вы сталкиваетесь с тем, что некоторые особо умные жители многоквартирных домов огораживают себе место под парковку, размещают таблички с номерами машин и пишут номера своих машин на асфальте, считают это своей собственностью и ругаются с теми, кто паркуется на эти места. У меня к вам просьба, напишите, пожалуйста, есть ли в ваших дворах такие умники или установка барьера в себя уже изжила. Либо, если вам приходилось конфликтовать из-за парковочных мест с соседями, то напишите, интересно почитать ваш опыт. Давайте разберем, как бороться с такими умниками, которые плевать хотели на остальных. В ходе рассказа в углу будет всплывать вот такой текст, это ссылка на судебную практику в подтверждение моих слов. Не буду вас мучить долгими рассказами о том, почему самовольная установка таких барьеров незаконна, я думаю, что вы это и так прекрасно понимаете. 99,9% всех подобных ограждений не согласовано. Давайте я вам расскажу кратко, как происходит согласование подобного рода ограждений и как проверить, законно ли установлены ограждения во дворе. Для того, чтобы установить законно подобные ограждения, вам надо 1. Провести общее собрание жителей многоквартирного дома, чтобы принять решение об установке парковочных барьеров на придомовой территории и выделят жителям домов отдельные парковочные места. Проголосовать за такое ограждение должно не менее половины собственников дома. После этого в органы местного самоуправления подается комплект документов и после этого устанавливаются ограждения. Если все будет сделано правильно, то никто не будет иметь право снести такое ограждение. Вот пример судебного решения, когда ТСЖ выиграла суд и все ограждения остались на месте. Второй вариант, когда общее собрание принимает решение о сдаче части парковки в аренду. Тогда арендатор этого участка имеет право установить барьеры и парковаться единолично, а ТСЖ на этом будет зарабатывать. Процедура согласования аналогична первому варианту. Вот также пример судебного решения, когда ТСЖ выиграла суд. То есть для того, чтобы понять законно ли установлено ограждение, надо сделать запрос в управляющую организацию и 1. Попросить их провести внеочередной осмотр состояния общего имущества многоквартирного дома. 2. Уточнить у них, на каком основании установлено ограждение и было ли общее собрание, согласовавшее выделение земли под индивидуальное парковочное место. 3. Направить вам вместе с ответом копию акта осмотра состояния общего имущества и копию решения общего собрания об установке барьеров, если оно было. Также аналогичный запрос можете направить в органы местного самоуправления и спросить у них, согласовывали ли они установку ограждения. Кстати, если ваша управляющая организация плохо выполняет свои обязанности, занимается поборами и обманом жителей дома, то напишите об этом в комментариях. По самым популярным проблемам я сниму видео и поясню, как решить эту проблему. Теперь давайте разберемся, как бороться с самозахватом и разберем судебную практику. Первое, что надо знать, не демонтируйте данные ограждения самостоятельно, так как владелец имущества может обратиться в полицию, указав, что вы повредили его имущество, либо украли, и вам тогда придется оправдываться. Второе, после того, как вы получите ответ от управляющей организации, что барьеры установлены незаконно, то вы направляете им письменное требование о демонтаже незаконной конструкции. Третье, если управляющая организация не ответила на ваш первый запрос, то это несоблюдение срока ответа жителям домов, и это считается нарушением лицензионных требований. Либо управляющая организация отказала демонтировать незаконное ограждение или просто проигнорировала ваш запрос, то вы можете направить жалобу в государственную жилищную инспекцию, и за это управляющая организация будет оштрафована. Если управляющая организация не демонтировала ограждение, то у вас есть еще масса вариантов для борьбы. Четвертое, вы можете обратиться к участковому и сообщить ему о самовольном занятии земельного участка и попросить привлечь виновное лицо к ответственности на основании статьи 7.1 КОАП РФ. Если ограждение монтировано в асфальт, то направьте заявление в ГИБДД и сообщите, что барьер установлен без разрешительной документации и в результате установки барьеров было повреждено дорожное полотно. Попросите их найти виновных и демонтировать конструкцию. Пятое. Во многих субъектах Российской Федерации в Кодексах об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривается наказание за установку незаконных барьеров. Например, в пункте 5 ст. 17 Закона Свердловской области об административных правонарушениях предусматривается наказание за установку самовольного ограждения. Штраф от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц. КОАП Москвы предусматривает аналогичное наказание и штраф в данном случае от 2 до 4 тысяч для физических лиц. В Красноярске также есть аналогичный запрет на самовольную установку ограждений и прописан в правилах благоустройства города Красноярска. Полномочия по контролю за установка незаконных ограждений возложена на один из органов исполнительной власти. Поэтому после того, как вы выявили незаконное ограждение, то можете смело им написать жалобу. Например, в Республике Карелия это Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. В Екатеринбурге это административная комиссия одного из районов муниципального образования, а в Москве это объединенная административно-техническая инспекция, а в Подмосковье это Госадомтехнадзор. Поэтому посмотрите, кто в вашей области, в вашем городе осуществляет надзор и наказывает за незаконное ограждение во дворах и сообщите им о нарушении. Если не можете определить, в чьи это входит полномочия, то напишите на имя главы города, он перенаправит вашу жалобу в нужный орган. Шестое. Вы имеете право обратиться с заявлением в прокуратуру и попросить их выступить инициатором сноса незаконных ограждений. На экране вы можете видеть номер дела, когда прокуратура выступила инициатором сноса подобного рода ограждения. А если это видео было вам полезно, то сохраните его себе, отправьте друзьям, а также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.